На украинском рынке есть свои особенные автомобили. Одним из них является Hyundai Tucson, потому что именно он был долгое время популярной позицией у нас в стране. И сейчас появилось его четвертое поколение, которое мы уже показывали вам статично месяц назад, когда первые автомобили только появились в дилерских центрах. Сейчас перед вами сразу два автомобиля, не просто так, как минимум, потому что у них разные комплектации. И именно о комплектациях сегодня пойдет речь, о том, какими моторами агрегатируется четвертое поколение, что произошло с автомобилем и укрепит ли он позиции в рынке или же потеряет. А также на что он стал похож, потому что теперь это та еще сборная солянка различных мнений, волнений и вариаций на тему дизайна. Ну и так как мы уже этот автомобиль вам показывали, мне придется немного повторяться. Повторяться в том, что четвертое поколение совершенно не похоже на третье, точно так же, как третье не похоже на второе, а второе не было похоже на первое. И в принципе этот автомобиль имеет массу различных таких вот моментов, которые являются, по мнению дизайнеров Hyundai, популярными, поэтому они их собрали в кучу и все это очень многократно обсуждено на разных форумах. В том числе то, что у автомобиля появился определенный шоу-фактор. Шоу-фактором являются вот эти вот ДХО, перетекающие в решетку радиатора. На официальном сайте есть то, что я вынужден процитировать. Первые в мире параметрические скрытые ходовые огни, темно-хромированный геометрический рисунок параметрической решетки радиатора мгновенно трансформируются с началом движения автомобиля благодаря современной технологии полузеркального освещения. И да, это действительно круто выглядит, это очень эффектно. Проблема в том, что если у вас комплектация не топ и не элеганс, то ДХО в целом не параметрические, не зеркальные и не такие уж крутые, как хочется. В целом это можно пофиксить пацанским способом. Называется тонировка ДХО. Вот сюда наклеится пленка, она сольется с черным глянцем этой решетки радиатора и будет выглядеть почти так, как здесь, только как будто бы у вас Найт-пакет у Мерседеса. Также здесь видна разница с фарами. В средней комплектации динамик у вас будет биксеноновая линза. Ну а в топчике у вас здесь все по-взрослому, по-сложному. Также, если мы уже заговорили о пленке, то пленка вам действительно пригодится, когда вы купите этот автомобиль. Как минимум заклеить фары головного освещения, потому что находятся они внизу. Ну а еще здесь гребанное количество странных граней, об которые можно порезаться, ну и которые можно пескоструить, когда вы будете ехать по трассе. Соответственно, боковые поверхности вам придется заклеивать рядом с арками достаточно обширными площадями. Также топовый автомобиль имеет максимально органичный профиль, благодаря тому, что стоит на 19-х колесах. Ну а обычный автомобиль будет на 17-х. Должен отметить, что ломанность линий на этом колесе очень круто соответствует ломанности линий на бочине автомобиля. И видно сразу, что эти диски не просто фирменные диски Hyundai, а фирменные диски Hyundai для нового Tucson 4-го поколения. Это, безусловно, приятно. Приятно также то, что вы все-таки можете купить 17-е колеса. А если вам еще понадобится какая-нибудь другая резина на какие-то другие параметры других автомобилей, то вы можете обратиться на сайт вашей шины, к нашим партнерам. Ну и продолжим. Тусаном. Тусан получил новую палитру цветов. Она была откатана в прошлом поколении после рестайлинга. И смотрится она действительно здорово. Впрочем, неплохо смотрелся и предыдущий автомобиль. Предыдущий автомобиль имел более консервативный дизайн. Простые, внятные, понятные линии. А к этому все еще приходится привыкать. Несмотря на то, что уже прошел месяц. И эти автомобили я наблюдаю уже в городском потоке достаточно часто. Видно, что автомобиль любят. Все еще, все еще он непривычен. Непривычен он также и сзади. Зато очень сильно узнаваем. Здесь такая вот прямая линия ДХО. Стоп-сигнал и необычной формы. Все это внутри продеталировано различными отражателями, рифлениями и прочим. Ну, короче, имеет максимально сложную форму. Максимально сложную форму имеет весь автомобиль, повторюсь. И здесь есть какие-то такие решения, которые с одной стороны похожи на другие автомобили, с другой стороны все-таки создают уникальный образ. Что редкость на сегодняшний день в классе популярных кроссоверов. Ну и среди всей этой вкусовщины, конечно же, стоит упомянуть, что у нас есть колесная база, которая не изменилась в габаритах. Что сам автомобиль практически в тех же размерах. Клиренс у него около 170 миллиметров. И вся эта листва декоративная действительно функциональна. Как минимум, она закрывает порог и защищает ваши арки. Также, вероятно, вы знаете, что автомобиль существует на рынке США в удлиненной колесной базе. Ну, а в Украине он будет только таким, коротким. Но уже сейчас он имеет три двигателя и несколько комплектаций. Отличия внешние мы уже обсудили. А теперь покажем вам, чем же отличается топовый интерьер, интерьер комплектации Dynamic. И какие различия могут быть, если у вас другая трансмиссия. Ну и, конечно же, вас впереди ждет замер трех агрегатов, включая гибрид и выводы. Что ж, как вы успели заметить, это топовая комплектация. И видно это прежде всего по кожаной отделке интерьера. Кстати, здесь светлая отделка, что, вероятно, для нашего рынка будет редкостью. У нас больше любят темные интерьеры. Ну и, конечно же, мультимедийная система с самым большим монитором. Также здесь много света, потому что есть панорама. Ведь это комплектация топ плюс панорама. Кресла новые. На это мы обратили внимание еще при первом знакомстве. Здесь достаточно широкий диапазон регулировок. Усесться можно достаточно удобно. Хотя, как по мне, высоковато. Также есть возможность слегка изменить угол завала, но только совсем немного. Вылет руля, ну, он есть. Безусловно, для большинства этого достаточно. Но, опять же, хочется сидеть немножко ниже, немножко глубже и руль немножко на себя. Впрочем, как везде. Что касается комплектации, что касается отличительных особенностей топа. Прежде всего, вот этот монитор и рояльный лак без физических манипуляторов. Полностью вся панель климатической установки здесь сенсорная. То есть, температуру выбираем сенсорными клавишами. Нажимаются они несколько невнятно, несколько не с первого раза. Но, если вы точно попадаете вот в эти нарисованные иконки, то у вас точно происходит действие. В противном случае рекомендую, как и с французским транспортом, слегка поглаживание по кнопкам. Климат достаточно интересен тем, что здесь есть свой собственный режим Diffuse. Он обусловлен дизайном интерьера. То есть, вот это вот все. Вот это вот все один сплошной диффузор, который способен равномерно, прямолинейно, вот так вот одним фронтом вам обдувать салон. И включить его полноценно вы можете вот этой клавишей. Еще здесь есть аж три режима автоматической климатической установки. Low, High и Medium. Очень нестандартно. Зачем их столько, непонятно. Тем не менее, у вас есть три автоматических режима. Все остальное по классике. Направление движения воздуха, мощность кондиционера, ну и, естественно, экран, на котором все отражается. Экран центральный. Он у нас новый. Здесь достаточно высокое разрешение изображения. Достаточно классная плотная картинка. Это новая мультимедийная система. Она доступна в топовой комплектации. И тогда у вас вот такой широкий монитор, который полностью занимает всю ширину этой консоли. Здесь у вас под новым меню, с новой графикой, куча всего разного, что только можно настроить. Это реально одна из самых глубоких по настройке мультимедийная система. Здесь есть все, буквально все. Вы можете здесь менять профили. Вы здесь можете пользоваться отключением, включением различных ассистентов. Вы здесь можете настроить внешний вид приборной доски. Например, вот так. Привязать к режимам движения, которых здесь по мехатрону, три. Спорт режим, ико режим и нормал режим. Либо же воспользоваться графическими изображениями с выводом вот таких вот разных дизайнов. Я так понимаю, фирменный дизайн это как раз таки куб. Также в этом меню вы можете развернуть навигацию. И на горячие клавиши выбрать те точки доступа, которые для вас наиболее часто встречаемые. То есть задать адрес дома, работы, АЗС, сервиса и так далее. Что касается самой карты, то ее разрешение тоже достаточно высокое. Высокая ее деталировка. Здесь всегда можно открыть компас. Здесь есть какие-то дополнительные, доступные по свайпу информационные данные. В том числе еще одна карта. Вы можете здесь выводить радио, погоду, виджеты, время, часы, компас и так далее. В целом это прекрасный монитор. Прекрасен он также тем, что благодаря своему разрешению и новым камерам кругового обзора вы получаете максимально крутую картинку по всем сторонам размещения камер. Также это все настраиваемо. Также здесь вид сверху, проекция вида сверху может быть подзумлена. И это тоже уникально. И конечно же направления дублируются по рулевому колесу. Еще здесь можно послушать живой лес, спокойные волны, дождливый день или же уличное кафе. Но это если вам совершенно полностью достала музыка. Хотя фирменная система Крилл вас точно удивит хорошим звучанием. Что касается приборки, то помимо настройки ее дизайнов, здесь в действительности достаточно немало различных метрик, которые позволяют вам отслеживать ту или иную информацию. связанную с движением, связанную с расходом. Кстати, вот расход средний, 7,4 литра соляры на каждые 100 километров пути. И в целом это неплохой результат для этого мотора. В остальном все типично. Да, есть красивые вещи. Есть вот эти красивые манипуляторы дворниками и системой освещения. Да, здесь новый руль, который немного похож на руль от Audi, но тем не менее он выглядит самобытно и здорово. Об этом мы говорили еще при первом знакомстве. Ну и конечно же разница комплектации, это разница материалов. Да, здесь у вас будет мягко, но вот здесь у вас уже будет не ткань, а что-то пластиковое, рифленое в более простой комплектации. Вот это тоже жесткий пластик вне зависимости от комплектации. Ну и пошитые кожей сидения. Сидения здесь пошиты интересной кожей, с красивой перфорацией. И в целом выглядят они очень даже неплохо. У водителя в топовой комплектации будет электрорегулировка сидения, а у переднего пассажира будет, к сожалению, механическая вне зависимости от комплектации. Причем манипуляторы там с вот этой вот качелькой, что не всегда удобно. В топе также больше рояльного лака, ну и прочих побрякушек. Ну а что касается отличий интерьера, связанных с силовой установкой, то здесь уже поговорим о центральной консоли. И вот эта вот штуковина может быть действительно разной. У нас здесь сейчас под капотом дизель. Дизель у нас априори с роботом. И при роботизированной коробке передач ее манипулятором является вот этот блок клавиш. Реверс, нейтраль, драйв, паркинг. Ну и, конечно же, ручник электрический с автохолдом. Здесь же находятся драйв-моды и здесь же находится панелька с включением подогрева вентиляции, подогрева руля, помощь при спуске, отключение звукопарктроников, горячая кнопка вызова камер кругового обзора и пассажирский подогрев и вентиляция. Также здесь есть два подстаканника. В этой же центральной консоли при топовой комплектации у вас не просто ниша для мелочевки и мобильного телефона, но и подзарядка. Также здесь есть два USB порта, нет ни одного Type-C и достаточно большой подлокотник с боксом внутри. Все это из жесткого пластика и вот там вот внизу есть еще две боковые ниши для мелочевки. То есть с нычками как бы все неплохо. Но при бензиновой силовой установке у вас здесь будет рычаг КПП и мы вам его сейчас покажем. Ну и вот собственно манипулятор автоматической коробкой передач. Он классический с классическим ходом и выглядит вот так как он выглядит. При этом все кнопки озвученные ранее скомпонованы вот здесь. Ну и подогрев руля тоже кстати присутствует в этой комплектации. И есть подогрев сидений. Вентиляция естественно отсутствует. Подлокотник выглядит приблизительно так же, бокс того же размера, ну а сама консоль ниже. USB порты остались на месте, а беспроводной зарядки конечно же нет. Также в даймике у нас будет несколько иная вот эта вот часть. В ней будет вписан монитор поменьше. Мультимедийная система здесь попроще, она прошлого поколения такая, как мы показывали вам в Hyundai Kona. Что мне нравится здесь, так это физические манипуляторы громкостью и поиском радиоволны. Климатическая установка аналогична, но опять же манипулятор здесь уже физический, а не сенсорный, что несколько удобнее на ощупь. Режим Diffuse, три режима авто при этом сохраняются. Ну и основная отличительная черта средней комплектации это вот этот козырек. И этот козырек несколько разрушает первоначальную стилистику и задумку дизайнеров Hyundai. Под этим козырьком у вас достаточно специфическая приборная доска с несколько нестандартной оцифровкой, которая, честно говоря, лично мне не зашла. Цифры выглядят слишком скученными. Вот это вот как-то непривычно, непонятно. Но хорошо, что здесь есть хотя бы центральный небольшой монитор, похожий на ваговский чем-то, в котором вы можете получить информацию путевую. Да, этот монитор в принципе функциональный, но все это выглядит намного проще, чем в элегансе и в топе. Поэтому, конечно же, грустит. Ну и что касается отделки. Как видите, она здесь действительно проще. Как я и говорил, здесь пластиковые вставки, меньше рояльного лака. Все такое максимально черное, утилитарное. Но всеобщей радости руль все тот же. И это плюс. Что же касается ткани, то ткань довольно-таки такая грубая. Выглядит она, безусловно, сильно проще, чем та ткань, которую мы видели в элегансе в прошлом видео. Там был у нас пакет Тиль. И он существенно меняет ситуацию в интерьере автомобиля. Но, тем не менее, выглядит достаточно практично. Ну и что касается заднего ряда, то есть смысл вернуться в кожаный интерьер. Здесь просто намного светлее. И можно показать, насколько здесь крупное заднее пространство. Оно действительно такое. У меня вот достаточно много места по коленям, над головой, несмотря на панорамную крышу. У меня есть подлокотник. И само кресло регулируется по наклону спинки. А это значит, что я могу, например, сидеть вот так и таким образом увеличить количество багажного пространства. Что еще интересно, так это то, что здесь можно вот эту центральную часть отдельно откинуть и получить, например, место для лыж. Ну и из нестандартного и немного непонятного для меня, это место размещения вот этого центрального ремня безопасности. Видите ли, когда здесь будет сидеть пассажир и кто-то по центру захочет пристегнуться, то ремень вот в этом натянутом положении, ну он будет в том числе у меня на левом плече. Не знаю, как это будет на практике. Нет времени сажать сюда еще одного пассажира. И из плюсов. Здесь есть два USB порта и здесь есть отдельный климат-контроль. И, как видите, я здесь спокойно перемещаюсь. Да, места тут хватает. Ну и еще можно какую-то мелочуху положить вот сюда. Ну и, конечно же, подогрев заднего ряда и вот эти шикарные шторки, которые здесь очень полезны. Потому что даже в топовой комплектации у вас не будет заводской тонировки. Что, конечно, минус. Ну и на что сразу обращаешь внимание за рулем, что Тусан остался Тусаном, но похорошел. Да, автомобиль остался вот таким вот простым и дружественным. Дружественным к водителю. То есть вас ничего ровным счетом не удивляет, не обескураживает, но в том числе и не бесит. Такой простой автомобиль с простыми потребительскими характеристиками, которые, в принципе, понятны и внятны для основного большинства покупателей. Какие плюсы можно выделить в новом поколении на новой платформе? Да, принципиально это все та же подвеска с Макферсоном спереди и независимая сзади, которая просто претерпела, скажем так, рестайлинг. Да, рычаги на вид стали легче. Да, это все, естественно, должно было получить новые какие-то технологии. Но в целом осталось приблизительно так же. Правда, тише. Сейчас шумоизоляция этого нового кузова явно выигрывает у предыдущего поколения. Но подвеску все еще немного слышно. Рулевое управление по-прежнему честное, по-прежнему внятное. Ничего особенного здесь опять же нет. Какой-то сверхточности здесь опять же нет. Но все в пределах допустимого. То есть мамкин кроссовер остался таковым. Ну и опять же, находясь за рулем топовой комплектации, стоит отметить, что здесь есть практически все доступные для Hyundai на сегодняшний день системы безопасности. И большинство из этих систем даже умудряется раздражать. Да, конечно, для неопытного водителя все эти удержания в полосе, воспрепятствия столкновения передним ходом, задним ходом, определения преград, препятствий. То, что когда вы сдаете назад автомобиль, может даже поперечные какие-то преграды или едущие где-то мимо вас автомобили отслеживать. И сигнализирует вам звуком, сигнализирует вам вибрации на рулевом колесе, каким-то таким неистовым жужжанием. Для неопытного водителя это плюс. Это точно помощники. Но опытный водитель, скорее всего, будет это отключать, потому что несколько бесит. Не бесит здесь, конечно, вывороб. На это тоже стоит обратить внимание. В принципе, по парковке она у меня достаточно плотная, узкая, та, которая под домом. Тусан один из немногих автомобилей, на которых я вот прям четенько, идеально, без каких-то дополнительных сований и кантований могу себе позволить припарковаться. На благо, здесь и колесная база осталась плюс-минус прежней. Да, эффект новизны весь заключается по большей части в интерьере, в экстерьере, но не в ощущениях. Ощущения просто спрогрессировали в сторону комфорта, в сторону того, что, естественно, шумоизоляция, повторюсь, да. Ну и новый автомобиль точно должен быть немножко лучше предыдущего. Но никаких революций. Ну и в этой части нашего видео надо начинать рассказывать о агрегатных установках. Их у нас сейчас на рынке три. И первая из них, впечатлениями о которой я поделюсь, будет дизельная. Сейчас у меня под капотом дизель 1.6. И когда вышла первая информация, нам всем показалось, что это тот же самый двигатель CRDI, который установлен в Kia Sportage. Но все оказалось несколько иначе. По заверениям производителя, это совершенно новый двигатель, который, безусловно, базируется на предыдущем поколении. Но теперь он называется ЮНЮ. И да, это действительно другой мотор. Как минимум, потому что привод здесь уже не цепной, а ременной. Ну и, как вы понимаете, благодаря ремню двигатель стал тише. Но вибронагруженность тоже осталась. Все-таки есть вибрация ощутимая и на рулевой колонке, и в целом по кузову. Особенно, когда стоишь на парковке. В остальном принцип двигателя остался прежним. Это алюминиевый блок, гильзованный чугунными гильзами, и, конечно же, он Европятый. То есть, блютека тут нет, что тоже плюс. Что является минусом, и к чему народ относится с опаской, так это к коробке передач. Здесь 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, так называемый 7DCT. И с этим роботом по опыту эксплуатации спортажей имеются проблемы. Даже сам производитель указывает только 20 тысяч километров гарантии, либо же год на эксплуатацию сцеплений в этой трансмиссии. Хотя производитель заверяет, что его пофиксили, улучшили, усилили и так далее. И теперь теплонагруженность этой коробки существенно изменилась. Также эту коробку научили думать по-новому, думать быстрее и щадить коробку, когда вы движетесь в тянучках и пробках. Так или иначе, эта коробка не является быстрой по-прежнему. И все, что я могу предъявить относительно скорости работы коробки с этим двигателем. Замер 0-100, который не радует. 11,51 секунды. Лучший результат, который получился здесь. Да, это несколько лучше даже, чем заявлено заводом-производителем в технических характеристиках. Но что это меняет? Автомобиль, откровенно говоря, по сегодняшним дням медленноватый. И в принципе на бумаге те же самые характеристики у бензинового атмосферного мотора 2 литра MPI. Но не все, что одинаково на бумаге, одинаково в ходу. Вот, например, 2-литровый бензиновый MPI сейчас под капотом. И, честно говоря, это намного бодрее по ощущениям. Автомобиль не имеет такого затяжного демпфера на педали газа. И при нажатии педали в пол вы действительно начинаете ускоряться. И слышите вы это не только благодаря увеличенным оборотам двигателя, но и потому, что деревья мимо пролетают несколько быстрее, чем вы ожидаете. Реально этот мотор чувствуется благодаря своей линейности, благодаря тому, что это нормальный атмосферный двигатель, как-то живее. И, честно говоря, реальный замер на прибор драки сделаны в тех же условиях, что и с дизелем показал на секунду более интересный результат. 10.7 едет 2-литровый атмосферник, и он агрегатируется с обычным классическим автоматом. Это та же связка, что была в версии кузова TL, которую мы тестировали в 2019 году, если не ошибаюсь, в октябре месяце. И тогда этот мотор оставил о себе приятные впечатления. Такие же приятные впечатления он оставляет и сейчас, ведь он простой, надежный. Но да, он кушает. Кушает он плотненько. 12 литров на 100 километров – это ваш будет такой обычный расход. Если сильно постараться, то наверняка можно добиться 10.5. И да, это тот двигатель, который в 2021 году по-прежнему подразумевает установку ГБО. Для кого-то это покажется правильным результатом, а кто-то будет возмущен. Ведь все же двухлитровый атмосферный мотор в 2021 году. Серьезно? Ну и, конечно же, по личным ощущениям здесь комфортнее. Комфортнее благодаря тому, что нет вибраций. Этот двигатель реально очень хорошо сбалансирован, он тихий. Плюс к тому, этот автомобиль в средней комплектации. Здесь 17-е колесо с высокопрофильной покрышкой. Что дает возможность вам спокойно не обращать внимания на огрехи дорожного полотна. Да, так ездить намного приятнее. Вот даже со светофора бензиновый автомобиль с гидротрансформатором. Просто отпускаешь педаль газа, и он уже спокойно покатился. У вас нет необходимости подгазовывать, как в случае с роботизированной коробкой. Это реально доставляет комфорт и физиологически правильнее. В целом, я практически уверен, что если вы рассматриваете Tucson к покупке и получите у местных дилеров тест-драйв и дизеля, и бензина, то, скорее всего, вы захотите ездить на бензиновом атмосферном моторе. К тому же он дешевле, к тому же он проще в эксплуатации, а коробка автомат здесь классическая, значит, более надежная. Мы же получили возможность сравнивать моторы и комплектации благодаря нашим друзьям-дилерству Автоберег на Троещине. У них этот автомобиль, конкретно данный экземпляр, находится в тест-парке. И, скорее всего, именно на этом автомобиле вы будете пробовать Tucson для себя, когда посетите автосалон. Ну и чтобы наш рассказ был полноценным, мы приехали к еще одним своим друзьям, дилеру Edem Auto. Для того, чтобы показать вам гибрид и почувствовать, как он едет. Отличительной особенностью гибридной силовой установки, во всяком случае, внешней, является наличие высоковольтных проводов оранжевого цвета. И вот эта вот надпись Smart Stream теперь означает не только 1.6 турбированный GDI, который нам хорошо знаком по модели Kona, но и то, что между коробкой и двигателем находится электродвигатель. Суммарная мощность этой силовой установки 230 лошадиных сил, что обещает нам яркую динамику и классную тягу. Ну и помимо того, что сейчас у нас есть возможность показать вам гибрид, вы также можете обратить внимание, что это другая, третья комплектация, называется Elegance. У нее иначе пошиты кресла. Гибридная силовая установка отличается по интерьеру тем, что здесь тоже блок клавиатуры по манипуляторам трансмиссии, а кнопка блокировки межосевого дифференциала заменена на кнопку Drive Terrain. То есть теперь у вас помимо обычных драйв-модов, которых два, Eco и Sport, у вас также есть режимы работы муфты Terrain, Snow, Mud и Sand. Ну и, конечно же, гибрид ощутимо быстрее реагирует на любые действия с педалью газа. Почему? Потому что здесь между коробкой и двигателем установлен дополнительный электродвигатель. И этот электродвигатель откликается гораздо-гораздо быстрее. Даже задержка на кикдаун здесь намного короче, особенно если сравнивать с дизелем. Ну и, конечно же, расход. Расход 6,6 за короткую поездку сейчас показывает короткую. И, в принципе, для тестового автомобиля показатель в районе 10 литров на 100 километров, при том, что это дилерский тестовый автомобиль, и каждый из вас на нем лупит со старта. Ну, это хорошо, это результат. Основная характеристика этого 1,6-литрового турбированного двигателя в том, что он очень быстро раздувается. Мне это понравилось еще с Коной. Я не думал, что он будет настолько же отзывчивым с гидротрансформаторной коробкой. Но, вероятно, классический автомат в паре с электродвигателем действительно дает весомоощутимый интересный результат в динамике. В остальном, когда это шасси теперь получило едущий мотор, да, действительно, автомобиль ощущается по-другому. Это другая машина, и он реально новый. То есть, вот это полноценно новый Tucson. Если прошлые Tucson в этом видео – это дизельный, бензиновый, скорее новый кузов, то здесь реально новый автомобиль. Ну, и в подтверждение качественно иных динамических характеристик мы провели замер гибридного варианта. Ну, и как вы заметили, замер гибридного автомобиля несколько отличается от тех характеристик, которые заявлены в технических данных. Вероятно, потому что замер проходил с пассажирами на борту. Так или иначе, автомобиль показал очень близкий результат к своим заявленным характеристикам. И вынужден напомнить, что все три автомобиля у нас были полноприводными, а основную долю украинского рынка занимают переднеприводные автомобили. Что касается самой системы полнопривода, то да, это по-прежнему классический Хёндовский Аштрак. Это их фирменная система, которая скорее вспомогательная и никоим образом не делает из этого паркетника полноприводный полноценный внедорожник. Но как ассистент в сложных дорожных условиях, эта система точно будет помощником. Что касается цены, то вы ее наверняка уже знаете. Ну, а самую свежую цену вы можете найти по ссылке в описании на официальном сайте Hyundai Motors Ukraine. Единственное, что скажу, так это то, что все-таки миллион триста за топовую комплектацию с гибридной силовой установкой это несколько многовато. И все же это уже близко к Санта-Фе. И я думаю, что в этом случае большинство людей задумается о том, чтобы добавить некоторое количество денежных средств и пересесть в более крупный автомобиль. Вот. У нас есть не совсем едущий турбодизель. У нас есть классный атмосферный мотор, который можно газифицировать. И суперсовременный настоящий новый Tucson с гибридной установкой. Какой вы выберете в процессе собственных поисков нового транспортного средства, это, безусловно, ваше дело. Рекомендую вам обязательно посещать местного дилера для проведения тест-драйва. Ну и основной вопрос, который я задавал. Что же будет с этим автомобилем по доле рынка? Мой прогноз таков, что те, кто выбирал предыдущее поколение Tucson, благодаря тому, что это был очень консервативный автомобиль, возможно, они все же испугаются новой внешности. И для таких людей есть решение, называется Opel Grandland X. Он-то столько классический, насколько только может быть. С другой стороны, автомобиль получил классную силовую установку гибридную и достаточно высокую топовую комплектацию. К тому же, все три комплектации, которые мы показали, на сегодняшний день обеспечены всеми доступными и необходимыми системами безопасности. Соответственно, яркая внешность, плюс классная комплектация. И мы уже видим, что Tucson спокойно конкурирует с куда более дорогими европейскими брендами. Если вам нравится то, что мы делаем, вы следите за нами, то следите дальше, пишите комментарии. И до новых встреч, новых тачек на канале U-Car Drive.